Ну что, друзья мои, всем привет из Канады. Сегодня мы с вами идем в магазин КОС. Вот, идем в магазин КОС. Вы давно там не были, мне кажется? Или были? Я уже не помню, если честно. Что у нас тут в витрине? Черное-зеленое пальтишки, голубой свитер красивый, голубой шарфик красивый. Ну что ж, как всегда из-за музыки пришлось накладывать озвучку, и как всегда я этого и ожидала, потому что действительно музыка гремела ужасно в магазине. Давайте посмотрим, что есть нового. Как я уже сказала, очень красивый на витрине голубой свитер. Вернее, не на витрине, а на манекене с красивым голубым шарфом. Много, видите, вот таких вот однотонных черно-белых тонов. Ну вот, пожалуйста, и зеленый свитер. По-моему, чистый шерстяной свитер. По цене 150, по-моему, долларов. Вот, немного украшений. Интересные такие асимметричные серьги, которые стоят 69 долларов. 70 долларов, в общем, это, конечно, очень дорого для просто пластика и металла. За эти деньги можно купить очень неплохое серебряное украшение, но то, что есть. Интересная сумочка, я думаю, что она кожаная. Очень интересной формы, интересной ручкой. Я не уверена, что она удобная. Ни ручка, ни сумка сама по себе как-то не очень, по-моему, по удобству. Так внешне симпатичные. Шерстяные шарфы по... Не помню, сколько у меня, когда я делала озвучку, не видно. Очень маленький экран и очень плохо видно, поэтому вы, наверное, разглядели цену. Ну, в общем, там 100 с чем-то долларов, по-моему, она стоила. Интересные атласные черные брюки. Вот. И в магазине появилось много вот прям таких уже зимних-зимних вещей. Вот видите, много свитеров разных цветов. И вот этот вот голубой махеровый свитер, который был на... Видите, вот здесь вот на манекене. Причем он надет именно как платье с поясом. Я его взяла в примерочную. Скоро мы с вами пойдем в примерочную. Недолгий я делала обзор в магазине, потому что из-за музыки сумасшедшей, конечно, очень было неудобно снимать. Но вот сняла кое-что такое по-быстрому. Это джинсовая юбка длинная. Как сейчас очень модно. По-моему, второй сезон уже в моде эти джинсовые юбки. Я искала джинсы, меня просили померить джинсы. И вот я нашла пару джинсов, которые я тоже взяла с собой в примерочную. Вот такого не очень темно-синего, не очень голубого, а такой среднего цвета. Вы увидите их на мне в примерках. Вообще джинсов у них не так уж и много, если честно. Вот, по-моему, вот эти были. И еще один был вариант джинсов, по-моему. Ну, вот немного как-то у нас их, в отличие от других масс-маркетов, типа там Zara или Chinem, у которых просто джинсами все увешано. А у них их мало. Вот эти брюки шерстяные очень симпатичные. Я их, по-моему, мерила в прошлый раз. И мне они очень понравились. Но они не дешевые. И каждый раз я пытаюсь их купить. И каждый раз я жду распродажи. И на распродаже никогда их не могу поймать. Их раскупают до распродажи. Смотрите, какой интересный плащ. Такую мелкую клеточку. Очень нехарактерная расцветка для плаща. Для верхней одежды вообще. Больше похоже на какую-то юбку или платье. Но, по-моему, все-таки это плащ. Хотя, может, и платье. Но мне показалось, что плащ. Такая потайная застежка. Там кнопки металлические. Один карман спереди. Интересная вещь. Вот очень интересный свитер. Из чистой шерсти. Я потом посмотрела. Хотела взять его в примерку, но забыла, если честно. Потом увлеклась другими вещами. И как-то мне не стало не до него. Он, по-моему, стоил 250 долларов. И весь сделан из таких полосок отдельных. Сам свитер, рукава и бахрома. Довольно интересный свитер. Как вы видите, вещи тоже в основном такие мрачно-темные. Вот это платье, я, по-моему, мерила. Или что-то похожее. Или брюки такой расцветки. Я уже не помню, если честно. У них много вообще таких вещей, которые... Допустим, брюки, юбка, платье одинаковой ткани, одинаковой расцветки. И поэтому какой-то, знаете, я иногда уже путаю, что я примеряла, что я нет. Вот, но, кстати, в отличие от других магазинов, много темных вещей. Но, тем не менее, вот попадаются какие-то светлые такие, светлые пятна. Типа вот этого платья бежевого. Вот какой-то желтый костюм. Ярко... Не ярко, вернее, а такой лимонно-желтый. Очень такой бледно-желтый цвет. Но, тем не менее, все равно он довольно светлый. Но вот все, вот видите, общая такая вот гамма очень темных таких тонов. Немного полоски, немного джинсы. Вот такие свитера тоже уже несколько сезонов полосатые у них в магазине. Потом вот свитера вот эти вот с ромбами, тоже махеровые. Один из них я примеряла. По-моему, вот это то, что я только что держала в руках. Или вот второй, я не помню точно. Вот это платье джинсовое я тоже примеряла. И вот такой же полосатый свитер есть бежевый с черным. Ну и теперь примерки. Ну что ж, друзья мои, мы в примерочной с вами. Сегодня у нас коз. Что-то у меня дергается камера. Здесь такой, между прочим, хороший свет всегда. Я под ним хорошо выгляжу. Я вот смотрю на себя в зеркало, всегда на видео. Я не такая. Я хуже в жизни. Но все очень зависит от света в примерочной. Вот здесь в коз очень хороший мягкий свет. Иногда бывает такой ужасный свет, что что ты просто выглядишь как бабка старая. И к тому же еще не очень здоровая. Вот. Значит, давайте будем примерять. У нас сегодня немного одежды. Значит, черная юбка и черная блуза. Мне кажется, это беспроигрышный вариант. Только... А, она специально такая. Как будто бы необработанный край. Зеленое трикотажное платье. Надеюсь, что я в него влезу. Это размер Ларчи. На вид оно большущее. Просто у меня проблема в том, что вот в бедрах, в животе мне надо поширше. А в плечах, видите, оно очень какая-то низкая пройма у него. Ну, в общем, потом рассмотрим. Джинсы меня просили примерить из коз. И вот такая... Вот этот вот красивоще голубой махеровый. Махровый. Махровый это другое. Махеровый свитер. Все это очень дорого. Я, по-моему, там в зале распространялась. Почему у нас в Канаде так все дорого? Почему? Потому что я не знаю почему. Потому что у нас такая страна. У нас все дорого. А, у меня... На мне сегодня ботинки черные, белые ноги ужасные, не загоревшие. Колготки у меня были ленискать. У меня еще они все в таком зимнем запакованном виде. И платье, вот это мое очень старое платье, которое я очень люблю. Оно на все размеры подходит. Я покупала, когда я была намного худее. Сейчас я намного толще. Но оно мне тем не менее как раз. И вот белый вот такой вот вязанный кардиган. Платье сейчас я вам покажу, что я имею в виду, что оно на все размеры мне подходит. Вот смотрите. Вот так вот оно выглядит. У меня сейчас есть пояс такой завязанный. Сейчас я пояс развяжу. И опа-ля. Легким движением руки это платье превращается в довольно широкое платье. Это даже может быть размер смол какой-то или медиум. Я его покупала давным-давно. У меня еще есть такое же, только в такой какой-то огурцы такие турецкие. Немножко другой расцветки. Более такой веселенькой. А это вот прямо плюс расцветка такая, что на все времена. И вот видите, вот здесь вот оно, вот этот пояс сзади завязывается. Спереди я его перевязываю на бантик. И в общем короче. И карманы. И вот до сих пор оно мне еще как раз, хотя в принципе оно довольно маленького размера. Ну что, первый комплект у нас джинсы. И красивый, красивущий, можно сказать, махровый. Я тебе говорю махровый. Махеровый свитер. Такой цвет бесподобный. Вязка, ткань, ну это нитка. В общем очень-очень красивый. Он довольно длинный. Его в принципе можно носить как платье. С черными непрозрачными колготами. Посмотрите, его можно носить как платье. Но в принципе и с джинсами тоже неплохо, мне кажется. Особенно вот такие вот, знаете, джинсы в стиле 70-х. Клеша такие. Вот видите, какие они клешные. Они здесь вот узкие. На ноге узкие. И внизу расклешаются. Длинные мне, конечно, они. Сейчас я вам расскажу про джинсы. Задеру свитер и покажу, как они сидят на мне. Сидят они на мне хорошо. Но они мне маленькие немножко. Это 29-й размер. Самый большой, который был в магазине. Мне нужен был бы 30-й. Я их застегнула с большим трудом на себе. Но сидят они на мне неплохо. Вот такой фасон мне в принципе идет. Чтобы вот клеша такие. Здесь более-менее в облипон. И к низу расширяющиеся, чтобы как бы уравновесить тяжелый верх и не очень тяжелый низ. Мне нравятся. джинсы сидят неплохо. Единственное, что надо было бы на размер больше. Или вы знаете, что джинса всегда растягиваются. Очень может быть, что если бы я в них посидела пару часов, то в принципе они бы растянулись и стали бы мне хороши. Давайте сзади их попробуем снять. Так, смотрите. Хорошо сидят на попе, правда? По-моему, неплохо. Мне нравится. Ну, опять же, потому что облегают и потому что хороший фасон. Но мне бы их надо было немножко бы подкоротить. Потому что, видите, как всегда, все, что в кос, мне все длинное. Кос на более высоких девушек. Ну, мне джинсы везде длинные. В Заре везде, абсолютно везде. В общем, свитер классный. Он мне очень нравится. Я потом поближе сниму, расскажу вам, какой у него состав. Посмотрите, горло можно сделать вот так. Да? А можно немножко подкатать. Вот такой вот красивый-красивый голубой свитер. Прямо-прямо-прямо супер. Так, у меня еще есть такая черная рубашка. Вообще-то это комплект черной рубаха с такой вот черной юбкой. Ой, какая юбка тоже длинная. А, нет, может и нет. Ну, в общем, короче. Я специально взяла ее не очень большую, потому что с юбкой я не хотела, чтобы она была прям такая супер-оберсайз, но решила померить с джинсами. Вы знаете, с джинсами надо было бы, может быть, чтобы она была побольше. Это шестой размер, или восьмой, не помню, может, надо было бы взять на размер больше. Но, в принципе, так тоже неплохо. Мне очень интересные вот такие вот, смотрите, какие вроде бы манжеты. Черная, на черном буховина. Вот видите, какой большой широкий рукав. Вроде бы манжеты, а вроде бы и нет. Просто такой широкий рукав. Просто обычная рубаха, очень приятная ткань, такая немножко сжатая. Я потом вам вот здесь вот повешу, сниму на свету, потому что свет мерочных у нас такой, как будто бы специально, чтобы такой, знаете, полумрак для девушек не очень молодых. Это выглядит симпатично. Джинсы прекрасные, ходят очень. Вот такой фасон я очень люблю. Они прям супер ходят. Так, джинсы, значит, видите, 29 размер. Мне нужно было бы немножко побольше. 30. 175 долларов они стоят. Вот их номера. и называется, написано, что это из органического хлопка сделаны они. И это вот bootcut leg. Это как, ну, для сапога. Высокая талия и полная длина. Вот. Вот такие вот джинсы, видите? Relax bootcut. Ну, никакие они не relax. Они не relax. Relax это такие широкие штанины, а эти такие узенькие облегают меня. Может, надо было размер побольше, тогда они так не облегали меня. Ну, в общем, короче, хорошая джинсы, симпатичный цвет такой. Я больше люблю темные, но, в принципе, это тоже ничего. Так, смотрим на костюмчик. Черненький. Посмотрите, какой разрез здесь. Давайте я буду в это зеркало, может быть, здесь лучше видно как-то. Полную длину не видно, но здесь светлее, лучше свет. Видите, какая ткань? Такой, как будто бы атлас, немножко жатый. И вот такая вот юбка. Вот так вот она сделана. Просто пояса нету, а там такой, как специально такая ткань пришит. Я вам покажу потом на вешалке. И вот такая вот юбка с двумя разрезами с обеих сторон. И рубашка. Мне в принципе нравится. Так, давайте вот так длину меня снимем. Я понимаю, что это такой получается мрачный комплект. Знаете, просто такой как будто бы черное на черном. Но в этом есть какой-то шик. Сюда можно повесить красивое украшение. У меня просто ничего нет. У меня только сережки сегодня. И, в общем, черные вот эти вот ботиночки. Классно получается. Я сейчас попробую трубашку заправить. Так, смотрите, я заправила юбку. И тоже неплохо. но мне кажется с выпущенной лучше. И вот эти вот рукава, понимаете, они мне длинноватые. И я не знаю, если мне это красиво. То есть это красиво на высокой девушке с длинными руками. А у меня ручки коротенькие. И вот это вот все. Я такая какая-то немножко получатка. Вот это все из чужого плеча. Ну, мне в принципе нравятся длинные рукава. Но, наверное, они не на мне. И, наверное, не в сочетании черное с черным. Не знаю даже. Что вы скажете, девочки? Нету пояса в юбке. Там просто такая лента пришита. Разрезы такие, блин, вообще какой-то разврат. Куда такие высокие? Зачем такие высоченные разрезы? Ну, куда это? Ну, разрезы можно зашить, на самом деле. Нет, юбка классная, кофта классная, очень симпатичная. Так, рубашка стопроцентного ацетата. Стоит 150 долларов, не страшно. Вот ее номера всячески. Вот здесь, видите, написано цитат. И, знаете, что в ней интересно? Она вроде бы обычная и не очень. посмотрите, во-первых, здесь есть вот такой необработанный край. Как же здесь темно в примерочной. И то же самое на рукаве. Вроде бы ничего, а вот что-то. То есть, как всегда в кос есть маленькие такие детальки. Вот, посмотрите, здесь кокетка сзади на рубашке и тоже вот здесь вот такой необработанный край. Очень интересно. и ткань, видите, вот такая вот она немножко сжатая, немножко мятая. Интересная, красивая вещь, я вам хочу сказать. Куглицы обычные. Ну, в общем, мне понравилось. Ацетат. Ацетат. Смотрите, я вам еще не показала этот свитер, ну, в смысле, цену там и состав, потому что я хотела примерить его с этой юбкой. Мне очень это нравится, вот такое сочетание. И смотрите, как красиво. Черная такая юбка в белевом стиле и очень-очень красивого цвета голубой, голубой свитер. Давайте посмотрим вблизи. Вот такой вот очень классный свитер. И он такой, знаете, свитер правильной такой ширины, он не слишком широкий, не очень, не слишком узкий, он длинный, но при этом, знаете, он не выглядит как что-то такое с чужого плеча. Не болтается сзади, на спине, в принципе, довольно хорошо лежит. Вот здесь тоже спереди. Это, кстати, проблема в некоторых таких больших оверсайзных свитеруб, что они оверсайз, но при этом они как-то вот не сграбно лежат. И это очень некрасиво получается. Вот, посмотрите, как прикольно. Так, смотрите, юбка, тоже стопроцентный ацетат. И стоит она 175 долларов. Это был размер 12. В принципе, мне можно было 10, на всякий случай я взяла 12, чтобы не облегала живот сильно и чтобы не была мне маленькая. Был бы 10, она, наверное, была бы покороче. Вот это вот ее номера. И что у нас тут тоже? Ацетат. Вот здесь вот она, видите, сверху у нее такая вот пришита тесьма вместо пояса. и тоже, вот смотрите, вот край. Край не совсем, видите, необработанный. Двойной шов и необработанный край. И, по-моему, внизу тоже. Да, вот здесь вот в этом разрезе край необработанный. И, а нет, внизу нормально, внизу обычно подложено. Но, что я вам хочу сказать? Теперь это уже про свитер. Сейчас я вам покажу, но посмотрите, что у меня творится на этой юбке, потому что я надела сверху свитер. Причем юбка довольно такая скользкая, ацетат, из скользкой ткани. А если это будет какая-то шерсть или какие-то брюки шерстяные? То есть они все абсолютно будут в этом махере. И вот в этом вот проблема этих махеровых свитеров. Они очень красивые, но от них всегда цепится вот этот вот их пух махер цепляется на всю одежду, в которой вы носите его. Если только вы будете носить его как платье. Так, состав его 70% махер и 30% шерсть стоят 275 долларов. Это размер смол. То есть вы понимаете, что они такие, ну, как бы не маленькие эти свитера. Я сначала хотела взять экстра смол, потом решила, что экстра смол, конечно, мне не надо. А вот смол как раз в самый раз. А медиум был бы уже, наверное, широкий. Я как раз вам тогда и говорила, когда он был на мне, что он как бы не очень широкий, в самый раз такой. Не болтается на спине, не болтается на животе, а так хорошо облегает. Это потому, что это размер. Если бы я сделала ларч, как я должна была бы носить, то он бы очень на мне болтался. Мне очень нравится вот этот вот Responsible Macher. Это значит ответственный махер, если перевести с английского. Что сие означает? Мне нравится вот эта сертифицированная шерсть, этот ответственный махер. Господи боже, что только они придумают. Но свитер красивый. Но вот видите, вот на юбке вот от него следы, следы от него. Очень-очень не... Проблема с этими, конечно, махеровыми вещами, что от них остается след. Трикотажное платье. Большое. Ну, я взяла размер ларч, потому что мне надо вот прятать живот и прятать полку. Вот мне кажется, что вот здесь, вот здесь, если бы это было medium, то было бы мне маловато. Но у него такой фасон, видите, оно специально, у него очень-очень заниженная пройма и очень такое сниженное, как это сказать, опущенное плечо, заниженное плечо, не знаю. Вот, видите? То есть оно просто вот таким вот прямоугольником идет. сшито и в него вставлены рукава. Весь фасон просто вот такая вот коробочка. Вот. Рукава можно поднять, подтянуть. Вот здесь вот, вот это все так как бы тоже неплохо. Мне кажется, что очень хорошо. Мне кажется, что это мой размер. Даже если бы я взяла medium, он был бы как-то вот, наверное, бы здесь облегал слишком. Потому что, видите, вот так я стою в профиль, я не могу сказать, что мне прям сильно велико. Нормально так. Мне кажется, что вполне нормально. Вот. Поэтому я думаю, что medium не было бы плохо. А то, что оно мне здесь вот сверху широко, ну окей. Это не видно так. Знаете, не выглядит как будто что-то с чужого плеча. Мне кажется, что выглядит неплохо. Вот так вот вам покажу. Давайте сюда. Здесь ярче. Красивый цвет. Длина длинная. Два разреза. Опять же, только не очень. Не такие, как и юбки. Вот видите. Интересно, какой у него состав и сколько оно стоит. Мне очень нравится цвет. И я вообще люблю трикотажное платье. Мне кажется, что они очень универсальны. И легко носить, удобно. В общем, совсем неплохо. Так, платье очень хорошего состава. 100% шерсть. Представляете? И стоит оно 175 долларов. Это не так много для 100% шерсти. Мне кажется, это не очень дорого. Размер large. Вот это вот его номера. Интересно, какая здесь шерсть. Обычная или какая-то очень responsible тоже. Видите, ответственная шерсть. Так, что же это означает? Видите, вот это сокращение RWS. Ага. Значит, вот это, вот эта шерсть взята с ферм, которые заняты тем, ну, которые как бы очень заботятся о том, чтобы животные не страдали, не мучились, чтобы им там было хорошо и, в общем, чтобы они соответствовали всем стандартам охраны животных и чтобы животные там как бы не страдали на этих фермах, где с них как бы состригают эту шерсть. Вот что значит RMS. это либо responsible, либо сертифицированная шерсть. То есть, вы понимаете, да, все, все на самом деле не так не так просто. Все. В общем, вот такое платье. Ну что ж, друзья мои, вот такое у нас сегодня было видео. Вот такие у нас были сегодня примерки из кос. Я знаю, что вы любите кос. Я старалась изо всех сил найти вещи такие приятные, интересные, симпатичные. Здесь, в общем-то, выбор, есть вещи, но как бы у нас выбор в кос вообще небольшой. Цены безумные, но это мы уже не обсуждаем, потому что то, что есть, то есть. Поэтому я всегда здесь покупаю на распродаже. Я никогда не покупаю здесь за полную цену, хотя мне многие вещи нравятся, но очень у нас дорого, поэтому вот так. Все. Всех люблю, целую. С вами была Дита из Канады. Всем привет. Пока. Bye-bye. Продолжение следует...